Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 октября, Православная Церковь совершает память праведного Петра Африканского бывшего мытаря. Святой Петр, бывший мытарь, был главным сборщиком подойти в Африке в царствовании императора Юстиниана. Человек он был жестокий и немилосердный. Однажды он бросил куском хлеба в нищего, неотступно просившего подаяния. Ночью Петр во сне увидел себя умершим, и то, как святые ангелы взвешивали его дела на весах правосудия Божия. На чашу добрых дел нечего было положить, кроме куска хлеба, брошенного нищему с досады. Но и это остановило чашу с порочными делами, опускающуюся вниз. Петр понял значение сна и, покаявшись, совершенно изменил жизнь. Он щедро раздавал нуждающимся подаяния, питал и одевал многих. Однажды Петр увидел во сне Иисуса Христа. Господь был облачен в одежду, которую святой некогда подал нищему. Тогда Петр раздал свое имущество бедным и поручил своему рабу продать самого его в рабство, а деньги отдать нищему. Раб исполнил приказание хозяина. Много лет святой Петр безропотно и усердно трудился у своего господина. Однажды его узнали торговцы, которым он был известен раньше. Заил, господин Петра пригласил их к себе в дом на обед. Во время обеда гости стали узнавать Петра и говорили один другому. Как же этот человек похож на Петра мытаря? Услышав их разговор, Петр стал скрывать от них свое лицо, чтобы они окончательно не признали его. Однако они узнали его и начали говорить хозяину того дома. «Мы хотим сказать тебе, Заил, нечто важное. Знаешь ли ты, что в дому у тебя служит великий муж Петра? В Африке он был весьма видным человеком, освободил всех своих рабов. Князь сильно опечален и жалеет, что Петр оставил нас. Поэтому мы возьмем его с собою». Находясь за дверями, Петр слышал все слова. Поставив на землю блюдо, которое он нес, он поспешил к воротам, чтобы убежать. Превратник был нем и глух с самого рождения своего, так что лишь по известным знакам отворял и запирал ворота. Святой Петр, торопясь выйти, сказал немому, «Тебе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа, открой мне немедленно двери». Тогда отверзлись уста немому, и он сказал, «Хорошо, господин, сейчас открою». С этими словами он сейчас же отворил ворота, и Петр поспешно ушел. Тогда бывший немой пришел к своему господину и в присутствии всех стал говорить. Все бывшие в доме удивились, когда услышали, что он говорит. В тот час все стали искать Петра, но не нашли его. Немой же сказал, «Смотрите, не убежал ли он, знайте, что это великий служитель Божий». Когда он подошел к воротам, то сказал мне, «Во имя Господа Иисуса Христа тебе говорю, открой ворота». И я в тот час же заметил исходящий из уст его пламень, который коснулся меня, и я стал говорить. Все немедленно отправились по следам Петра, но не настигли его. Всюду старательно искали его, но не нашли. Тогда все в доме Заила возрыдали и говорили, «Как это мы не знали, что он такой великий служитель Божий?» И прославляли Бога, имеющего многих сокровенных рабов своих. Петр же, убегая от человеческой славы, скрывался по тайным местам до самого своего представления. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых пророка Ионы, священномученика Фоки епископа Синопского, преподобного Ионы Пресвитера, отца святых Феофана, Творца Канонов и Феодора Начертанных, блаженной Пороскевы Дивеевской, преподобного Ионы Яшезерского, преподобного Макария Жабынского-Белевского Чудотворца. Празднуется Собор Тульских Святых, мученика Фоки Вертоградаря, священномученика Феодосия Брасского, митрополита, священномученика Вениамина Воскресенского, епископа Романовского, викария Ярославской епархии. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok